Мы в каком-то смысле продолжим предыдущую тематику, но применительно к нашему программному испечению, которое пока что, правда, нигде не внедрено, но мы стараемся идти тоже в ногу с видением будущего. Да, Оксан? Добрый день. Я надеюсь, вы знаете, что мы занимаемся разработкой программы. Не можно, я без бумажек никуда не пойду. Я надеюсь, что вы знаете про нашу систему видеоконференций, которая помогает перенести образование в онлайн. И когда мы увидели нейроинтерфейс и BrainBit, мы сразу подумали, а не поможет ли это нам более эффективно проводить мероприятия онлайн. Я так понимаю, большинство из вас занимается непосредственно образованием. Кто из вас проводит уроки онлайн? Удобно? Удобно. То есть вы смотрите на всех своих учеников и сразу оцениваете, как они реагируют. Или вы показываете материалы и не видите своих учеников, не знаете, как они реагируют, как они вас слушают. Внимательно ли слушают, насколько эффективно запоминают информацию. Позировать на камеру. Вот я тоже не люблю, я их очень понимаю. И как, удобно вам с такими ребятами работать? Понятно ли, насколько хорошо вас слушают? Надо по-другому строить образование, а не обращать онлайн, по-другому, по-другому, по-другому. Вот так. Соответственно, у нас есть гипотеза, что онлайн-образование работает не совсем так, как работает работа с аудиторией. Вот непосредственно в классе, когда я вижу всех, слушают ли меня, кто там спит на задней парте, кто уже жвачку жует. Соответственно, как найти эти методы в онлайн-образовании, которые лучше работают на аудиторию, которую я не вижу, которая может выключить камеру в любой момент. И для этого, нам кажется, есть возможность использовать нейроинтерфейс BrainBit от лаборатории знаний. Что мы предлагаем? Не навсегда вводить BrainBit в обучение. То есть мы не будем заставлять всех учеников сидеть в ободочках всегда. Мы предлагаем их использовать на этапе исследования. То есть придумывание новых методологий. В нашей системе Е-класс, внизу, если вы посмотрите, есть отображение иконок, кто находится онлайн. Вокруг этих иконок мы можем отображать цветовые круги, соответствующие какому-то виду мозговой активности, скажем, напряжения. Человек чувствует себя радостно. Какие эмоции они испытывают на то или иное ваше заявление, ваши действия, вашу методологию. Справа у нас будет подсказка. Так, что у нас там на экране? Подсказка, которая с цветами показывает, какие цвета, к чему соответствуют. И ширина круга определяет, насколько эта эмоция у человека выражена. Плюс мы будем постоянно записывать эту активность по всему классу. А опция записи у нас там вверху справа над моим лицом позволит вам после урока вернуться, посмотрев на отчете на время. Предположим, в это время была пиковая активность по напряжению. Вернулись на запись мероприятия. Посмотрели, ага, в этот момент я дал такое-то задание. И оно сработало так-то и так-то. И основываясь на этом, встроить свои занятия в дальнейшем более эффективно. То есть давать какую-то нагрузку, которая хорошо работает онлайн. Потом, не знаю, дать ребятам отдохнуть, например. Либо какую-то шутку рассказать, снова привлечь их внимание. В какой момент какие действия будут более эффективны. И основываясь уже на 5-10 занятий, которые вы провели с этими ободочками BrainBit, выстроить новую методологию обучения. Соответственно, у меня вопрос. Мы сейчас находимся на стадии «мы это придумали». Как вам кажется, может ли это сработать? Хотели бы вы поучаствовать в этом? То есть мы, например, поставляем оборудование и предлагаем вам вместе с нами повзаимодействовать, понять, насколько это работает. Будет ли вам это интересно? Ученики. Это все должно быть частью эксперимента. В какое время, чему обучать? Например, мой школьный опыт. После урока физкультуры урок математики не воспринимался никогда. Я не помню ничего с тех уроков математики, которые шли сразу после физкультуры. А если еще и после обеда? Все. То есть мы предлагаем выставить методологию, узнать, в какое время, какие методы, как. Да, Андрей Дедов, лаборатория экспериментного математического образования, гуманитарные классы. Я выступлю еще как человек, который немножечко уже включен в процесс, скажем так. Но вот я слушаю и сразу же... Тут, правда, куча вопросов. Коллеги наверняка еще дополнят. Ну, смотрите. Вот мы, допустим... То есть я, допустим, педагог. Я резко оказался в ситуации, когда мне нужно довольно продолжительное время вести какой-то курс. Я должен методически его обеспечить. Я должен придумать технологии, вообще подумать, какие формы работы применять и прочее, прочее, прочее. Ну, вообще-то у меня разные коллективы. И любой, в принципе, педагог скажет, что класс... Вот один десятый класс, вот другой десятый класс, вот третий десятый класс. И эти вот такие, эти сякие, а эти вот такие. То, что сработает с этими, не сработает с этими. То, что сработает с этими, не сработает с этими. Ну, как с этим вообще... Ну, то есть это ходовая идея вообще или как? То есть это про то, чтобы протестировать и придумать какой-то универсальный курс, который будет очень круто работать в онлайне или нет? Ну то есть как, как, вот что? Или вы хотите предложить какой-то инструмент, который я могу, не знаю, применять ежегодно, прости господи, для того, чтобы протестировать свою работу в онлайне? Ну моя гипотеза изначально была, что да, мы пытаемся сделать какой-то курс, который подходит. То есть для всех вообще? То есть я должен целый год детей держать в ободочках, для того, чтобы протестировать вообще все формы работы и понять, что из этого на ком работает лучше? Ну во-первых, Андрей, мы проводили в вашей школе как раз эксперимент, да, ободочки классные, красивые, всем понравились. Целый год в них сидеть, наверное, не так обидно. Но вообще да, моя гипотеза была... Следующий вопрос... В смысле? А я еще не договорила. А можно я просто пока мы не ушли, я, значит, усугублю то, что Андрей озвучил. Я специалист, Павел Рубинович, да, специалист по крупным неприятностям. Значит, смотрите, давайте, да, давайте разведем при обсуждении этого вопроса, да, и ровно как и предыдущего замечательного доклада наших друзей, две рамки. Рамку профессиональной пригодности педагога как педагога и применение различных технологий либо для облегчения его жизни, участи, либо для вопросов экспериментального инновационного характера а-ля доказательные образовательные подходы. Вот их нельзя смешивать, потому что как только мы говорим, давайте мы кому-то что-то, какую-нибудь шапочку из фольги наденем, и это поможет, поможет педагогу снять нагрузку с себя, это ложь. Это физика. Коллеги из лаборатории знаний, пожалуйста, не обижайтесь про шапочку из фольги. Да, слушайте, мы с Сашей дружим столько лет, сколько не живут уже. Вот, поэтому, да, поэтому не надо подменять профнепригодность педагога, который берет, это мы после обеда обсудим, и вылезает в онлайн, делая вид, что так, дети, я показываю на доске слайды, а вы теперь смотрите и переписывайте свою тетрадку. Дети, почему вы не переписываете? Ну, потому что надо ума иметь, чтобы вылезать в эфир с задачей переписывать с экрана в тетрадку. Поэтому вот этот вопрос не надо. И поэтому нормальный педагог, который осознанно вылезает в онлайн с каким-то курсом, он должен понимать, что он сделает такого, чтобы там не было черных и квадратиков. Если у тебя черные квадратики, значит, иди пиши заявление об увольнении, ты профнепригоден. Ну, или смирись с тем, что ты выступаешь, знаете, как в Твиттер. Зачем Твиттер, да, когда смс-ку хочешь отправиться, а некому. А в другой вопрос, вот использование замечательных, то, что как раз вот когда предыдущие вопросы к Саше были, то мне кажется, зона прежде всего использования таких моментов для пристрелки, обкатки какого-то подхода, нового какого-нибудь инструмента, либо наоборот в режиме доказательности, когда, знаете, а ваша методика, еще никто не доказал, что она будет работать. Ну, хорошо, давайте попробуем одним из способов подтянуть еще и, что ты мне сказал, биотоки. Спасибо. Я даже не знаю, на что отвечать, но вообще, тут уже такая полемика. Анастасия Пахарукова, лаборатория Сила Медиа. Да, совершенно верно, я присоединяюсь, потому что вот когда мы говорим про нейроинтерфейсы, мы говорим со стороны учеников. Мы хотим измерять активность, когнитивную нагрузку учеников. А как же со стороны преподавателя? Ведь мы говорим, что преподаватель должен уметь транслировать эмоции, энтузиазм, заражать. Будем ли мы измерять со стороны преподавателя? На самом деле, моя теория немножко другая. Мы смотрим на то, как реагирует класс, и из этого делаем выводы. Получилось у преподавателя завладеть вниманием класса или не получилось? Насколько эффективно? Нет, на самом деле нет. Я, вот как Александра, я тоже интроверт, мне страшно, неприятно включать камеру. Даже если я очень хорошо выгляжу сегодня. Просто сидеть постоянно перед мониторчиком, где я вижу саму себя, для меня это не очень приятно. А еще, когда я занимаюсь онлайн, у меня не очень хорошее зрение, я страшно не люблю носить очки. Поэтому обычно меня видят вот так вот, потому что я сиду прямо перед монитором. Очень быстро. И это довольно неприятно. Но тогда это действительно вопрос. Мы измеряем эффективность методики или мы измеряем эффективность методики в руках конкретного преподавателя? Я полагаю, что все-таки у нас получается второе. В зале есть родители? Так, кто первый из родителей поднял руку? Оксана Силантьева, лаборатория Сила Медиа. Я, как медийщик и коммуникатор, с одной стороны, очень приветствую. Я очень люблю графики, дашборды, прям очень люблю наблюдать за людьми. Но мне, как специалисту по человеческому общению, кажется, мы стараемся всеми лапами избежать обучения, как давать обратную связь. Может быть, мы научим учеников словами через рот формулировать их обратную связь, активность, показывать свое взаимодействие в действии, а не в слушании. А так вот мы смотрим по его графику. Ой, он потерял интерес. Что же мне такого? Где бы мне станцевать, чтобы возбудить его интерес? Может быть, мы договоримся, как в нашем сообществе. Мы проявляем, поднимаем руки и так далее. Мне кажется, что здесь история про пассивность учеников, а не про взаимодействие, которое важно для обучения. Может быть. Не вполне уверена, что это именно про пассивность, поскольку это только один из инструментов. Я не говорю, что вы опираетесь только на графики и не собираете обратную связь. Однако, я замужем чуть больше года. Я до сих пор не научила своего мужа говорить словами через рот. Возможно, вам это не удастся никогда. Возможно, не удастся никогда. И все они говорят через рот. Может быть, нам поэтому нужны вот эти ободочки, которые залезают внутрь головы. Здравствуйте! Меня зовут Инна, я студент. Инна Миронова. Вопрос по поводу некоторых вещей. Во-первых, как уже прозвучало, в нашем обществе сейчас есть некоторые психологи называют цифровой аутизм, и также достаточно потребительское отношение к информации и к чужому труду по преподнесению этой информации. Мне кажется, что, возможно, именно подобное, что, действительно, как сказал предыдущий человек, задающий вопрос, что не будет ли такого, что вот, ой, а что ты думаешь сейчас, как ты себя чувствуешь? Почему бы не спросить, с одной стороны, но это, с другой стороны, может обозначать, что абсолютно все внимание уделяется именно исключительно тому, чтобы человек, как бы, ну, короче, все вот этому человеку. Но, с другой стороны, это может иметь и обратный эффект. То есть, как, например, часто бывает, что многие родители очень сильно хотят, чтобы их дети прям учились, учились вообще, и все время отдавали исключительно этому. И, например, подобные интерфейсы, они очень большую, как бы, имеют возможность использования в не очень благих целях, так как они, по сути, позволяют одному человеку следить за состоянием другого человека. И это можно использовать не только во благо, это можно использовать не только во благо, а если говорить именно про образовательную часть, то это можно использовать, например, так что, ну, вот раньше, допустим, есть человек, есть человек, он, допустим, учится, он студент, и он не усваивает некоторую информацию, например, потому что он устал, он проспал, он вообще просто чувствует себя плохо. И так просто он вот, ну, просто чувствует себя плохо, он потом нагонит сам, он может быть, короче, это его дело. А здесь это перетекает в плоскость того, что это не его дело. А если это не его дело, то это две вещи, меньше ответственность и больше, как бы, контроля, контроля над этим самым человеком. И обе вещи весьма странны с точки зрения морали. Извините, пожалуйста, если вопрос дурацкий. Инна, Инна, все хорошо, замечательно. Теперь мы знаем, чего боятся студенты на самом деле, да? Что они будут пассивными. Что они придут на экзамен, да, у них будет на голове нейроинтерфейс, и даже не дойдет до ответов на вопросы. Прямо ты, ага, вот на графике у тебя зеленая, да? Свободен, все. Коллеги, у нас... На самом деле, мне бы хотелось сказать, что нейроинтерфейс, с моей точки зрения, это про исследование, про то, как найти новые методы обучения. Не для того, чтобы контролировать студентов. Кто там думает, а кто засмотрелся на кота, который бежит за экраном дома. Нет, не про это, а про то, чтобы найти способы, которые работают именно в онлайне, поскольку онлайн-образование, оно отличается от офлайн. Условно говоря, вот мы с Андреем проводили эксперимент, и мы заметили, что ребята, которые занимались удаленно, то есть перед экранами, у них больше усталость слухового канала. Они устают больше слушать. У них меньше визуальных эффектов, ограничено все это маленьким пространством. Поэтому они сконцентрировали свое внимание, свою работу мозга на слуховых каналах. И они больше устают. Как сделать так, чтобы не так напрягался слух, например? Чтобы это к концу учебного дня не привело к желанию воткнуть беруши, залезть под одеяло, и чтобы меня никто не трогал. Ну, что-то такое. Хорошо, спасибо большое за ответ. У нас тут еще будет обед, и мы можем вместо вкушения обменяться мнениями. Коллеги, у нас не так много времени остаются. Вопросы в чате поступают. Вопросы для родителей скорее, чем для Оксаны, которая всего лишь год замужем. Вопрос в форме утверждения, что родители должны давать согласие на использование подобного рода устройств. Так что если ваши дети вдруг пришли домой с нейроинтерфейсом на голове, а вы не давали согласия, смело снимайте. Да. urarен. Продолжение следует...